МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Церемония присвоения этого звания прошла сегодня на плацу прославленной армейской части. Фиксацию в массы. Рязанские трассы оборудуются системами фото- и видеофиксации высокого качества. Персиды на горизонте. Яркое и красочное астрономическое явление могли наблюдать рязанцы в ночном небе. А теперь об этих и других событиях более подробно. В Рязани продолжает раскручиваться коррупционный скандал вокруг регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Напомним, вечером во вторник по подозрению в получении взятки задержан заместитель министра Геннадий Ноздрин. Сегодня стала известна фамилия человека, посулившего чиновнику за решение вопроса о предоставлении субсидий 500 тысяч рублей. По данным рязанских СМИ, взяткодателем выступил руководитель сельхозпредприятия из Александра Невского района, депутат Совета депутатов просеченского сельского поселения Михаил Глазков. Завтра в советском районном суде Рязани состоится заседание, на котором Геннадию Ноздрину будет избрана мера пресечения. И также сегодня сразу несколько информационных агентств сообщили, что первый заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Андреев покинул свой пост. Дмитрий Андреев в правительстве Рязанской области с декабря 2012 года. Сначала он возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В ноябре 2013 года стал заместителем председателя правительства Рязанской области, сохранив за собой руководство региональным минсельхозом. В 2014 году назначен на должность первого заместителя председателя правительства. По данным СМИ, Андреев сейчас госпитализирован. Связаны ли две эти новости между собой, пока не сообщается. Ашатского районного главу Виктора Молоткова оштрафовали на 500 рублей за неповиновение сотруднику полиции. Глава Ашатского района Виктор Молотков был задержан 11 августа сотрудниками автоинспекции за езду в нетрезвом виде без каких-либо документов. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Виктор Кузьмич отказался. Он был оштрафован районным судом на весьма незначительную сумму за то, что не предъявил сотрудникам ГИБДД документы, предусмотренные правилами дорожного движения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Помимо этого, по решению регионального полицовета «Единой России» Виктор Кузьмич уже был отстранен от должности секретаря районного отделения. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Валерия Астахова. Также судом в адрес начальника ОМВД России Паризанской области для проведения служебной проверки направлено сообщение о нарушениях, допущенных сотрудниками ДПС ГИБДД при оформлении административных материалов в отношении Молоткова, то есть в отсутствии действий по освидетельствованию Виктора Кузьмича на состоянии алкогольного опьянения. Накануне чиновники муниципалитета отчитались о проверках на детских площадках областного центра. Поводом для усиленных проверок послужил трагический случай, произошедший в парке имени композитора Александрова на улице Советской Армии. Там, напомним, 3 августа на играющего подростка упали футбольные ворота, и мальчика госпитализировали в реанимацию. Найденные дефекты на спортплощадках обещают устранить к концу этой недели. В начале августа 13-летний мальчик вместе с отцом находился на детской спортивной игровой площадке, расположенной в парке по улице Советской Армии города Рязани. Играя мальчик залез на металлические футбольные ворота, которые оказались незакрепленными и упали, придавив подростка. Ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Рязанские следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. После этого случая администрация Рязани в срочном порядке начала масштабную проверку всех спортивных площадок города. Всего было обследовано 143 детских игровых площадок. В результате проверки на 10 площадках обнаружены неисправности, не угрожающие безопасности, но одной есть дефекты, которые будут угрожать безопасности детей. Сообщается, что все опасные элементы, а также обнаруженные неисправности на уличных площадках до конца недели демонтируют. Помимо этого, перед началом учебного года проверят и спортивный инвентарь в общеобразовательных школах. 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку присвоено почетное наименование «Рязанский». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин еще 22 июля этого года, то есть накануне Дня ВДВ. А сегодня в Октябрьском городке, где и дислоцируется 137-й гвардейский парашютно-десантный «Рязанский полк», состоялась торжественная церемония вручения обновленного боевого знамени. Рязани называют столицей ВДВ еще и потому, что здесь дислоцируется 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Пятеро офицеров полка за участие в военной операции на Северном Кавказе стали героями России. А недавно достоился награды и сам полк. 22 июля 2015 года президент России Владимир Путин присвоил 137-му гвардейскому парашютно-десантному ордена Красной Звезды полку почетное наименование «Рязанский». Это честь для каждого десанта, особенно для десанта нашего полка, потому что ранее полк неофициально именовался «Рязанским», но теперь каждый десантник нашего полка военнослужащий может говорить, что да, действительно, полк «Рязанский». 137-й гвардейский парашютно-десантный «Рязанский орден Красной Звезды полк». Это праздник, это определенная дата в нашем году, в нашем календарном году, и будет отмечаться военнослужащими, поддерживаться традиции, чтобы гордились не только ветераны, не только действующие военнослужащие, но и перенимали традиции молодое поколение. В четверг на территории воинской части состоялось торжественное обновление боевого знамени. Почетное наименование полку присвоил командующий ВДВ Владимир Шаманов. «Присвоить 137-му гвардейскому парашютно-десантному ордену Красной Звезды полку почетное наименование «Рязанский» и впредь именовать «Ура!» Почетное звание присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и заслуги в мирное время. Как отметил командующий ВДВ Владимир Шаманов, полк является базовым для подготовки парашютно-десантных войск. И такая награда вручается не только коллективу, но и многим поколениям. Это большая ответственность для полка, потому что быть составной частью земли, на которой ты служишь, это совершенно другое. Хотя и в повседневной жизни, как бы их все равно называли, рязанцы, да? Но теперь, когда это почетное наименование, она накладывает особую ответственность. Где бы он ни был, этот полк, на учениях, на играх, на каких-то армейских, мы обязательно будем за него теперь переживать и болеть, как за что-то такое совсем близкое, родное. Но здесь и рязанцы будут служить, где примерно 150 человек, и в весенний и осенний призыв будут призываться и будут служить в этом полку, как служат, я знаю, на подводной лодке «Рязань». Точно так же к этому полку это будет относиться напрямую. Многие рязанцы будут здесь. Воинская часть ведет свою историю с ноября 1948 года. Теперь ее официальное название звучит так. 137-й гвардейский рязанский парашютно-десантный орден Красной Звезды полк. Тем временем рязанские дороги постепенно оборудуются системами фото- и видеофиксации. Причем высокое качество полученных снимков, как сообщают дорожные инспекторы, позволит запросто определять номера нарушителей даже в ночное время и отправлять затем штрафы автовладельцам. По статистике, каждое второе дорожно-транспортное происшествие происходит по вине водителя, который превысил скорость. Таких лихачей, к сожалению, год от года становится только больше. Для борьбы с любителями скорости сотрудники регионального управления ГИБДД вооружились видеофиксаторами, многие из которых уже установлены на улицах города. В настоящее время в Рязани и области расширяется система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К уже имеющимся трем стационарным рубежам, это в районе Дягилевского поста, Турлатовой и Северной окружной дороги, уже установлено 10 камер в городе Рязани фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все они работают. Так, за июль месяц две камеры на улице Зубкова и на Кубинском шоссе зарегистрировали за один месяц 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. Пока эти камеры фиксируют только нарушения скоростного режима. В скором времени камеры будут доработаны и смогут фиксировать и такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, движение по полосе общественного транспорта и проезд на запрещающий сигнал светофора. Всего в области областном центре будет установлено 78 таких камер. В Рязанской области закончился первый этап операции МАК-2015, который проводился с конца мая. Основной задачей наркополицейских стало выявление и уничтожение нелегальных посевов дикорастущих, а также нелегально культивируемых растений, то есть конопли и мака. Сотрудники регионального наркоконтроля подвели итоги первого этапа операции МАК-2015, который проводилось с конца мая по август месяц. В этот период наркополицейские решали задачи пресечения распространения наркотиков растительного происхождения и ликвидации незаконных посевов мака и конопли. За указанный период ими было произведено 31 значительное изъятие. Из незаконного оборота было выведено более 25 килограммов наркотических средств. Пресечено 128 преступлений, из них 70 связаны со сбытом наркотиков. Возбуждены уголовные дела по трём фактам организации содержания наркопритона и трём фактам незаконного культивирования конопли. Также выявлены 53 административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. К примеру, 26 июня с Асовскими наркополицейскими была ликвидирована незаконная плантация конопли, которую возделывал на своём приусадебном участке 50-летний житель Шацка. В ходе осмотра жилища подозреваемого следственной группе удалось обнаружить 156 кустов каннабиса и 380 граммов готовой марихуаны. Ну а в начале прошлого месяца сотрудники Скопинского отдела УФСКН пресекли деятельность 34-летнего жителя Михайлова. Мужчина также выращивал коноплю на собственном огороде. 26 июля в Касимове был задержан 37-летний местный житель. По свидетельствам сотрудников местного отдела УФСКН, мужчина употреблял наркотики и занимался их приготовлением. Ещё через два дня рязанские наркополицейские при содействии с инспекторами ДПС на Солочинском посту остановили автомобиль Лада Гранта. За рулём машины находился 30-летний рязанец. Мужчина, заметно разволновавшись, сам указал на багажник, где находилось большое количество марихуаны. Сотрудники госнаркоконтроля активно занимаются выявлением и уничтожением очагов дикорастущей конопли. За время первого этапа операции МАК было ликвидировано 8 участков наркорастений общей площадью более 15 гектаров. А следующий видеосюжет будет посвящён летней и отчасти осенней опасности. С наступлением долгожданных жарких дней многие рязанцы стараются выехать на природу, даже не задумываясь о том, что в лесу или парке их может подстерегать смертельная опасность. Речь идёт о клещах, чей укус, как считают медики, может быть смертельным. Отдых на природе. Прогулки, шашлыки, сбор ягод и грибов. Для городского жителя выбраться на природу в летний день всегда удовольствие. Вот только живность, населяющая поля и леса области, не слишком приятна. Специалист Роспотребнадзора в очередной раз предупреждает о главных правилах поведения на природе, чтобы встреча с клещом или диким животом не оказалась причиной последней прогулки. В текущем году активность клещей, в общем-то, она повышена, потому что в данный момент зарегистрировано 1722 пострадавших человека от присасывания клещей, что на 48% больше аналогичного периода прошлого года. Нет, к счастью, у нас клещей, которые инфицированы клещевым энцефалитом. То есть это самое страшное, опасное заболевание с тяжёлыми последствиями, которое может передаваться через укус клещей. Это нашим жителям не грозит. Правда, врачи спешат успокоить, что далеко не каждый клещ опасен, ведь 10-15 случаев заражения приходится на тысячу-две укусов. Также врачи предупреждают, как обезопасить себя от укусов животных. Причиной заражения бешенством чаще становится не нападение животных, а желание самого человека погладить ежа или даже поймать лису. 100% метод – это биологический метод исследования, который бывает только через два месяца, после того, как сдадут животное на анализ. Естественно, дожидаться человеку нельзя, и человека обязательно нужно прививать. Обязательно. Поэтому, если животное скончалось, то вопрос, делать прививки или нет, не стоит. Прививки нужно делать обязательно. В России за лето зарегистрировано уже более 18 тысяч укусов. Свести риск укуса клещами к минимуму можно, соблюдая все те же старые меры предосторожности. А прошлым вечером горожане смогли наблюдать редкое и красочное астрономическое явление – метеорный поток Персеиды. Дело в том, что именно прошлой ночью наша планета приблизилась к шлейфу метеоритных частиц, оставленную кометой Свифта-Таттла на расстоянии, то есть менее 80 тысяч километров. Наблюдали за метеоритным дождем и рязанские астрономы. Ночное небо в августе приковывает к себе тысячи взглядов, поскольку именно в этом месяце звезды преображаются, и это вызывает восторг у сотен зрителей. А для астрономов август является самым напряженным месяцем в году. Целый месяц у них есть возможность наблюдать такое явление, как Персеиды. Персеиды – это метеорный поток, то есть мелкие частицы, метеорный рой, который летит по орбите распавшейся кометы. Почему Персеиды? Потому что для нас, кажется, эти метеоры вылетают в созвездие Персея. Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками так называемого кометного хвоста. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Кометы, приближаясь к Солнцу, нагреваются, рассеиваясь в межпланетном пространстве на мелкие частицы льда и пыли, которые под действием солнечного ветра движутся от центра Солнечной системы. Обычно метеорный поток проявляет активность с 17 по 24 августа. В 2015 году пик активности выпал на первую половину суток 13 августа. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей, где гостем в студии станет арт-директор кафе «Фонтан» Николай Матросов. И речь в беседе пойдет о предстоящих джазовых концертах. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин